Итак, друзья, касаемо кошелька Payoneer, если вдруг у вас пропала функция запросить платеж, скорее всего, ваш аккаунт заблокирован и есть выход в данной ситуации. Если вам интересно, досмотрите видео до конца, и я вам расскажу, как исправить данную ситуацию. С вами Владимир, добро пожаловать на канал AppleExpert. Я вам могу конкретно уже сказать, в чем причина. То есть, мой аккаунт был заблокирован. Почему? Потому что я даже не набрал себе 110 долларов для того, чтобы заказать карту или пройти этот порог, так как, когда мы создаем кошелек, мы указываем, что мы получаем менее 10 тысяч долларов. Вы там либо же занимаетесь продажами, либо просто предоставляете какие-то услуги какой-то компании. Не имеет значения. Суть такова, что вы должны как минимум пройти порог 110 долларов. Когда вы заказали карту, вы там платите 20 или 25 долларов в год за использование карты. И как бы вы можете снимать в любом банке мира, вне зависимости, где вы находились. Давайте же мы сначала с вами посмотрим, как это все дело выглядит, чтобы я вам наглядно показал. Покажу вам с iPhone, с телефона, как это выглядит. Это будет не иметь значения. Все так же написано, все так же будет доступно и понятно. Поэтому смотрите, и я вам дальше расскажу, что делать. Значит, смотрите, ребята, какая у меня ситуация. То есть, когда я захожу в Payoneer, у меня нету сделать запрос на платеж. То есть, выставить счет. Вот здесь у нас действие. У нас должен быть под пункт запросить платеж. Его нету. Пропал. И как бы я писал в техподдержку. Меня всегда выкидывают на форум. Я ничего никак не мог связаться. Есть номер телефона, который вы сейчас видите. Можете позвонить на горячую линию по пунктам, выбрать свой язык и по номеру телефона или же по номеру вашего ID, на котором зарегистрированы, связаться с техподдержкой, чтобы они вам помогли. Но, как правило, отказывают. Там якобы перезвоните позже или там нету возможности. Короче, глухая тема. Как выйти с данной ситуацией? То есть, изначально, видите, этого подпункта нет. Но когда я перейду, допустим, вот в Payoneer, я создал себе другой аккаунт. То есть, вот где я у нас получить, есть вот запрос платежа. То есть, здесь есть ID совершенно другой. И как бы я могу полноценно заказать себе платеж с компанией, с которой я работал. Почему и из-за чего это случилось в моем кошельке первом, я не знаю. Приходится создавать второй. Но создавать второй нужно не на себя, потому что один человек, данная личность, должен иметь всего один аккаунт, второй не разрешат. Будет просто постоянный блок. К вам на совершенно другого человека нужно создавать с другим номером телефона, с другим электронным адресом, чтобы вас не заблокировали. И вот, по сути, только выход один. Это создать новый кошелек. Поэтому переходите по ссылочке, не заморачивайтесь, не тратьте время. Просто создайте новый кошелек на кого-то. И как бы пользуйтесь потом им. Пройдите в верификацию и так далее. Это единственный выход, ребята. Поверьте мне, я использовал все варианты. Вот, выход в данной ситуации. Это, естественно, я уже сказал, нужно создать новый кошелек. Обращаю ваше внимание на то, что кошелек должен быть создан не на вас. Потому что если вы будете использовать ваш номер телефона, вашу электронную почту или ваш адрес, Пайонер просто не пропустит, он заблокирует, он поймет, что это от вас идет новое создание. То есть, полное новое создание на новую личность. На вашего любого родственника это не имеет значения. Там адрес поменяйте, конечно же. И в дальнейшем можете либо заказать карту, либо не заказать карту. Просто по ссылке в описании, в закрепленном комментарии. Перейдите, регистрируйтесь. Также те, кто регистрируется, походит в регистрацию, я получаю 25 долларов. Но чтобы заработать 25 долларов, нужно как минимум перейти в порог на 1000 долларов, Чтобы вам кто-то отправил эти деньги. Только тогда ты получишь эти 25 долларов. Это та правда, которую не договаривают. Но она есть. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы, что-то вам непонятно, обращайтесь. Я всегда вам помогу. 24 на 7 я в ютубе. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok